Здравствуйте! Это «Итоги недели». Говорим о главном за минувшие 7 дней. И вот о чем расскажем сегодня. Бюджет на триллион. Планы Петербурга на будущий год. Верстается главный финансовый документ города. Какие расходы Смольно называет приоритетными? Курс на Арктику. Кого и зачем возьмет на борт атомный лихтеровоз «Севморпуть»? И как в Ледовитом океане началась первая рабочая вахта уникальной ледостойкой платформы «Северный полюс», построенной петербургскими корабелами? Шаг в космос. 65 лет с момента запуска первого искусственного спутника Земли. Кто и как в Ленинграде приближал человечество к этому прорыву? И опасна, и трудна служба в угро. Реальная работа и киновоплощение. За что мы любим следователей и оперов из отечественных детективных фильмов и сериалов? Городской блокадный Петербургский. Театр имени Комиссаржевской. 80 лет. Какие звезды зажгла знаменитая сцена? Какие там ценят традиции? И что слышат в дыхании сегодняшнего дня? Движение легкового автотранспорта и автобусов по Крымскому мосту возобновлено с прохождением полной процедуры осмотра. Грузовики отправляют на Керченскую паромную переправу. Через пролив будет курсировать паром Керч-2. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Также, по информации Минтранса, к этой минуте возобновлено движение по железнодорожной ветке. Пассажирские поезда в Петербург, Москву, Кисловодск, из Симферополя и Севастополя должны уйти по расписанию. По поручению президента Владимира Путина, премьер-министр России Михаил Мишустин создал правительственную комиссию в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту. Ее возглавил вице-премьер Марат Хуснулин. В состав вошли представители профильных министерств. Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело. Теперь городским новостям этой субботы. Александр Беглов сегодня проверил работу поликлинического отделения в Шушарах. Застройщик по соглашению с городом выделил для него помещение на двух этажах жилого дома. Город уже приобрел их в государственную собственность. Губернатор отметил, что в Шушарах ведется интенсивная жилая застройка и поселок нуждается в социальной инфраструктуре. Сегодня этот дефицит ликвидируется. Поликлиническое отделение обслуживает 31 тысячу жителей. Оно рассчитано на тысячу посещений в день. Также в ходе рабочего объезда Пушкинского района Александр Беглов осмотрел детский сад на 240 мест на Образцовой улице. Там есть бассейн, медицинский блок. Сейчас идет закупка мебели и оборудования. Объект застройщик сдает досрочно. В январе его уже откроют. Еще одна точка объезда – это спортивная школа Олимпийского резерва, где сейчас идет реконструкция. Готовность 80%. В школе занимаются легкой атлетикой, стрельбой из лука, спортивным ориентированием, художественной гимнастикой. Всего 645 спортсменов. Объект введут в эксплуатацию в декабре. Петербург отказывается от проведения большей части новогодних мероприятий. Об этом решении Смольного стало известно в пятницу. Не состоится. В частности, концерт на Дворцовой площади и Невском проспекте, традиционный фейерверк, фестиваль огня «Рождественская звезда», а также благотворительный прием в Таврическом дворце. Все традиционные детские новогодние программы в календаре сохраняются. В городском правительстве сообщили, что сэкономленные средства будут использованы на приобретение дополнительного снаряжения и оснащения для добровольцев и мобилизованных. Как в Петербурге идет мобилизационная кампания, расскажет Евгений Соловьев. Каждый день с момента объявления первого этапа частичной мобилизации в учебные центры небольшими партиями отправляются призванные из запаса. Эти мужчины уже служили в армии, имеют определенные военно-учетные специальности. Минобороны на старте кампании заявляли о потребности в связистах, ракетчиках и танкистах. Что касается последних, на этой неделе в войска отправились несколько десятков мобилизованных петербуржцев. Они пройдут обучение и войдут в состав нового танкового батальона с именем легендарного крейсера «Аврора». Проводить бойцов пришли не только родные и близкие. Губернатор Александр Беглов и спикер городского парламента Александр Бельский заверили, что они могут служить и не тревожиться за свои семьи. Мы позаботимся о ваших родных и близких. Я подписал соответствующие постановления. И город ждет вас. Ждет вас с победой. С Богом! Спасибо, мужики, вам. Защищайте родину. Мы обязательно позаботимся о ваших семьях, которые здесь находятся. Будем ждать вас с победой. Успехов вам, удачи. Мы всегда рядом. В Петербурге уже принят закон, который позволяет главе города, не внося изменений в социальный кодекс, определять характер и размеры поддержки семьям военнослужащих. Единовременные выплаты в размере 100 тысяч получат сами призывники, а добровольцы в три раза больше. Город поможет и с дополнительным снабжением батальона. Спальники, квадрокопки, все, что необходимо для батальона, будет отправлено и там вас встретит. Хочу пожелать одно. Берегите друг друга, помогайте друг другу, ну и поскоряйте, возвращайтесь сюда. Мы вас ждем. Перед отправкой бойцы прошли предварительную подготовку в сборном пункте Северной столицы. Все они ранее уже проходили военную службу в различных регионах России и говорят, сейчас нужно только освежить знания. Боевой настрой только так. Вернемся с победой. Никогда не было желания убегать, прятаться куда-то, бояться чего-то. Раз Родина зовет, надо прийти. Ну и служил не так недавно, 2019-2020, так что в памяти еще что-то осталось. Поэтому я думаю, что все быстро навернется и навыки наверстаются. Военкоматы заявили, что в рамках частичной мобилизации уже в первые дни призыва было отправлено в учебные центры порядка 30% от плана. Предполагается, что российскую группировку участников спецоперации пополнят 300 тысяч военнослужащих со всей России. Я служил в 2005-2007, служил в авиации. Летчик? Нет, я не летчик. Я обслуживал полеты авиационного полка, чтобы вовремя вылетел авиационный полк, выполнить свою боевую задачу. У меня вся семья военная, я как бы с 8 класса вроде по форме хожу, и для меня все это привычно. Всего из Петербурга на службу уже отправились 458 сотрудников исполнительных органов государственной власти и подведомственных организаций города. Среди них 22 добровольца. К примеру, Дмитрий Филиппов. Он исполняющий обязанности начальника отдела молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Пушкинского района. Он также будет проходить обучение и боевое слаживание в рамках частичной мобилизации. За его плечами служба в армии есть боевой опыт. Это решение не импульсивное. Я как только президент объявил о частичной мобилизации, я думал, взвешивал все. И в конце концов понял, что я просто не могу стоять в стороне, когда другие мужики там воюют, в том числе и за мой мирный сон. Не смогу здесь ни себе в глаза смотреть, ни своей семье, ни своему ребенку. Поэтому принял такое решение. Перед отъездом бойцы получают сухпайки. И необходимое обмундирование. В целом проблем с экипировкой нет. Об этом военные заявили на фоне активных сборов гуманитарной помощи, которую организовали предприниматели и просто неравнодушные горожане. В первую очередь, внимание к спецснаряжению. На этой неделе бойцы специальных подразделений тестировали бронежилеты, каски, которые выдаются мобилизованным. Давай, давай. Есть. Все, отбор. Осмотр. Защитное снаряжение установили на линии огня и методично расстреливали из автоматов, пулеметов и снайперских винтовок. Бронепластины справились даже с крупным калибром, выпущенным с небольших дистанций. Попадания были четкие, по всему радиусу. Все выдержало. Все очень хорошо. Плита сдержала. То есть данный бронежилет, он рекомендован в зоне проведения СВО. Вместе с тем представители Смольного заявили о ряде недочетов, которые, к сожалению, имеют место. Речь о неправомерно призванных горожанах, которые по факту не подлежат мобилизации в силу семейных обстоятельств или состояния здоровья. Случаи единичные, и по каждому из них разбирается специально созданный штаб. Основной задачей работы штаба является выявление случаев несправедливой мобилизации, мобилизации, проведенной с нарушением законодательства или проведенной не с теми правилами, которые были озвучены руководством страны. Таких случаев в Петербурге уже порядка 17. Хочу сказать, что это, конечно, такая кропотливая работа, которая требует предельного внимания. И зачастую, конечно, мы делаем это в ручном режиме. И каждый день я получаю информацию с Центра управления регионом. Отмечается, что по многим обращениям ответ будет получен уже в ближайшее время. Свои сигналы горожанам эксперты советуют оставлять по телефону горячей линии 122. В социальных сетях губернатора Петербурга или лично приходить в районные администрации. А при посещении военкоматов специалисты рекомендуют иметь полный пакет всех необходимых документов. Евгений Соловьев, Итоги недели, телеканал Санкт-Петербург. Теперь важное о городских финансах. На этой неделе в правительстве Петербурга был представлен бюджет на 2023 год и на период до 2025 года. Как подчеркнул Александр Беглов, документ впервые сформирован, исходя из ежегодного объема доходов в размере более 1 триллиона рублей. Расходы сформированы на основе 18 государственных программ Петербурга. Самые значимые будут направлены на социальную сферу и развитие инфраструктуры. Большое внимание. В следующем году будет уделено обновлению вагонов метрополитена. Запланирована поставка 10-8 вагонных составов. Продолжится обновление парка городского общественного транспорта. За счет средств бюджета планируется закупить 25 автобусов, 87 троллейбусов и 163 трамвая. На здравоохранение в проекте бюджета заложено почти 162 миллиарда рублей. Будет продолжена реализация проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации». В нем примут участие около 70 медучреждений. Также предусмотрены деньги на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения. Это 7,5 миллиарда рублей. Продолжится обновление парка скорой помощи. В будущем году запланирована закупка 72 автомобилей на 643 миллиона рублей. Все социальные обязательства в бюджете на будущий год сохранены в полном объеме. Новое строительство рядом с биржевым мостом. Там прокладывают пешеходный тоннель, который соединит Петроградскую сторону и Васильевский остров. Мост сейчас на капитальном ремонте. Рабочие движения по нему запустят буквально через два месяца. И одновременно запустят подземную часть пешеходного тоннеля. Как все это будет работать вместе, расскажет Евгений Старов. Внутри строительной площадки, которая сейчас развернулась вокруг биржевого моста, началась реализация еще одного проекта – возведение тоннеля для пешеходов на Петроградской стороне в районе площади Академика Лихачева. Это, значит, сводный план сетей. На нем нанесем в том числе будущий тоннель. Здесь, значит, расположена закрытая часть. Подземная. Подземная, да. И вот мы в первую очередь должны построить. И здесь, значит, будут пандусы, которые будут идти к Тучкову-Буяну. И вот второй пандус, этот кратный будет. В сторону Петропавловской, как раз на набережную. Из строительного штаба отправляемся к месту работ. Подземная часть тоннеля уже в прямом смысле почти вырыта. Земляные работы уже практически завершены. До конца формирования этого котлована остались считанные метры. Плюс внизу уже делают армирование дна и стенок тоннеля. Тоннель будет основываться на 62 сваях. Их здесь пробурили еще до начала земляных работ. И сейчас видно, как снимают лишнее. Каждый такой буронабивной столб уходит глубже уровня перехода на 22 метра. Благодаря такому фундаменту подвижки сложных грунтов в этом месте будут не страшны для тоннеля. Мы планируем закрытую часть подземного пешеходного перехода выполнить в сроке открытия рабочего движения по биржевому мосту. Соответственно, это конец ноября 2022 года. Это необходимо сделать, чтобы не вводить новые ограничения движения в этом месте. Так как вся подземная часть тоннеля будет находиться под съездом с биржевого моста на Петроградскую сторону. Что касается ремонта самой исторической переправы, то он идет по графику. На данный момент полностью завершено бетонное основание. Обновлены шесть из восьми деформационных швов. Скоро начнется укладка асфальта. Далее, значит, останется уже работа в основном под мостом. Это вот коммуникация, вот мы видим трубы лежат. И установка, значит, опор, освещение и контактной сети и так далее. Движение по мосту планируют открыть через пару месяцев. А подземный переход по контракту должен быть сдан до конца 2024-го. Однако у строителей есть техническая возможность завершить все работы уже в 2023-м году. Так как и ремонтом переправы, и возведением тоннеля занимается одна и та же подрядная организация. Евгений Старов, Егор Орлов, Юрий Степанов, Елена Волкова. Новости, телеканал Санкт-Петербург. День Угро. 5 октября профессиональный праздник отметили те, кто борется с бандитизмом и расследует самые тяжкие преступления работники уголовного розыска. Часть их работы время от времени попадает и в поле нашего зрения, если речь идет о громких делах. Впрочем, фамилии тех, кто шаг за шагом распутывает криминальный клубок, мы чаще всего не знаем. При этом удивительно, спроси нас, а какой он сотрудник Угро, мы довольно быстро обрисуем портрет такого человека. Скорее всего, он будет похож на Жеглова или Шарапова. Возможно, на кого-то из крепкой команды ментов из улиц разбитых фонарей. В отечественном кино образы смелых, неподкупных, умных и честных следователей и оперов создавали лучшие актеры. Владимир Высоцкий, Леонид Каневский, Василий Лановой, Олег Басилашвили и многие другие. Ну и сценарии, конечно, замечательные. Они разобраны народом на цитаты. Вообще правильно, что реальная работа уголовного розыска скрыта от нас. Она не для слабонервных. И как хорошо, что есть кино, которое, конечно, выдумка, но основано на реальных событиях. Александр Буренин с этим согласен. Еще до анекдотов про хорошего и плохого полицейского все знали, что лучшая пара правоохранителей – это Жеглов и Шарапов. По тем временам это был очень смелый фильм. Ну а по количеству цитат работа Станислава Говорухина бьет многие рекорды. Если кирпич – вор, он должен сидеть в тюрьме. И людей не беспокоит, каким способом я туда его упрячу. Вор должен сидеть в тюрьме, верно? Вечный спор Шарапова с Жегловым – жизнь строго по закону или по справедливости? Ответ ведь окончательно так и не озвучен, поэтому этот вопрос повторяется потом во многих фильмах. Бытует даже такое мнение, что к концу фильма Шарапов сам превращается в Жеглова, когда говорит Левченко «пойдем со мной, и я там все устрою». Ведь это уже не по закону, а по справедливости. Даже к такому фильму были вопросы. Вопросы всерьез переживали, что в месте встречи не было песен главного героя. Кто-то считает, что их не пустила цензура. Некоторые уверены, что рассыпался бы образ Жеглова. И люди видели бы лишь Высоцкого. Советский блюститель порядка все-таки чаще был правильным, а не ярким. В советском кино это были такие прекрасно душные, достойные, в чем-то идеалистичные милиционеры, которые хотели объяснить, Вася, ты не прав. Но сейчас это уже выглядит анахронизмом и даже как-то смешновато. А в конце 90-х телеэфир покорили улицы разбитых фонарей. Образ не милиционеров, а уже ментов. Слово вроде оскорбительное, но быстро получившее и положительный окрас. Андрюху, у нас труп. Возможно, криминал. По коням. Я придумал следующий кадр после этой реплики. Когда я выдвигаю ящик, вылетает макар и выкатывается стакан. Я заставил это снять. Алексей Нилов, он же Ларин, стал тогда новым символом опера. Честный, бедный, ловит преступников, передвигаясь на трамвае. В период, когда в стране раздрай старается навести порядок хотя бы в своем районе. И главное, зритель поверил, ведь что за окном, что в телевизоре люди видели почти одно и то же. А еще первые сезоны снимались, что называется, на коленке и картинка из-за этого. Как будто документальное кино. После первого же показа и люди просто стали здороваться, потому что они не понимали, кто это. То есть они видят, ну абсолютно знакомый человек, может пили вместе, может где-то виделись, может учились вместе. И все начали здороваться, разговаривать. Нас звали к себе в отдел, потому что говорили, что ты в Васильевске работаешь, переходи к нам. У нас больше платят. То есть у людей немножко путалось. Они считали, что мы настоящие менты, которые просто снимаются в кино почему-то. Почему-то снимают документалку вот с нами. Ларин в паре с Дукалисом просуществовали пять сезонов. Потом их взорвал юный Даниил Козловский. Говорят, многие его за это до сих пор не простили. Алексей в своей актерской карьере часто надевал милицейскую форму. И совершенно не согласен, что все равно всегда получался Ларин. А сейчас и вовсе из полиции уволился, связался с криминалом. Я вот уже последние шесть лет абсолютно вышел из этого образа. После того, как я побрился наголо и отпустил бороду, я играю только бандитов. Ну, это такое восприятие, вероятно, людей, которые меня снимают. Они считают, что если у меня волосы переползли сверху вниз, значит, я стал бандитом. Андрей Кивинов сам в прошлом сотрудник МВД, написавший не один детективный рассказ и сценарий, вспоминает. Достаточно быстро в кино пришли деньги и новые сериалы снимали уже с бюджетом, которого хватило бы на все сезоны тех же фонарей. Поэтому опера в кадре становились более яркими и успешными. Но зритель верил меньше, смотрел просто за картинкой и погонями. Что касается гламуривания, то нет. В жизни как раз этого не было такого гламура. Все оставалось. Кино богаче стало. Поэтому у сотрудников появились машины дорогие, джипы и все такое. И кабинеты хорошие и прочее. А по жизни-то, в общем, не шибко богато они жили. Говорят, что эта тема не изживет в себя никогда. Пока есть работа для реальных сотрудников уголовного розыска. Будут и их прототипы на экране. У той же улицы разбитых фонарей 16 сезонов снимали до 2019 года. Говорят, это тоже большой талант. Остановиться, пока зритель не сбился со счета. Александр Буренин, Дмитрий Гринчак, Наталья Шибицына, Александр Макаренко. Итоги недели. Телеканал Санкт-Петербург. Дата, которая положила начало космической эры человечества. 4 октября 1957 года с космодрома Байконур был запущен первый искусственный спутник Земли. Небольшой металлический объект, оснащенный антеннами и передатчиками, сделал прорыв и определил на годы вперед направление научной мысли. Можно ли подумать, что по прошествии 65 лет в этом уже хрестоматийном событии остались факты малоизвестные? Оказывается, они есть. И в том числе связаны с Ленинградом. Кто и как с берегов Невы приближал человечество к космосу? И почему даже знаменитую фразу Гагарина «поехали» считают ленинградской? Александр Громов расскажет. У нашей планеты родился новый спутник. 4 октября 1957 года. Исполнилась мечта, о которой человек грезил долгие тысячи лет. Полеты в космос наконец перестали быть плодом фантазии чудаковатых романтиков. Интерес радиолюбителей вполне понятен. Впервые они принимали сигналы из космического пространства. Владимир Краскин сам видел, как ракета со спутником ушла в небо. По приборам наблюдал за полетом. Но не он, не кто-либо другой, даже сам Королев тогда не поверили своим глазам. После того, когда мы услышали слова Левитана, в общем, было такое ликование даже. А до этого, значит, в такой тишине мы ждали это сообщение. Какое-то было такое желание, подтверждение того, что мы что-то сделали. Двигаясь со скоростью 29 тысяч километров в час, спутник за 95 минут совершает полный оборот вокруг Земли. Но триумф советской науки мог бы быть отложен, если бы не внимательный выпускник ленинградского военмеха. Еще молодой специалист Георгий Михайлович Гречко, он только выпустился, произвел определенные расчеты для ракетоносителя и выявил в них незначительную, как тогда показалось всем, ошибку. Выяснилось, что ошибка могла привести к срыву вообще всей операции, за что он был удостоен государственной премии. С начала 30-х город на Неве – колыбель мировой космонавтики, а Петропавловская крепость – ее первый испытательный полигон. В 1933 году начали создаваться и ракеты на жидкостном двигателе. Сначала это были, конечно, ракеты, которые поднимаются, должны были не на большую высоту. В 1933 году Валентин Петрович Глушко снова возвращается к своей идее электрического ракетного двигателя. Должен был стоять на космическом корабле. Именно двигатели Валентина Глушко вывели на орбиту первой спутника Юрия Гагарина. Но за 27 лет до этого первыми в мире прикоснуться к космосу смогли выпускники Ленинградского политеха. Это, наверное, 1934 год, когда политехники на стратостате Савиахим-1 поднялись на высоту чуть выше 21 километра. То есть уже разряженное пространство, уже невесомость. То есть это, можно сказать, космос уже, космос. К сожалению, они погибли. Спустя 12 лет еще не отошедший от блокады город становится мощным мозгом отечественного ракетостроения. 1946 год. Решение правительства, по которому в нашем военмехе была организована первая в Советском Союзе кафедра ракетостроения. Поехали! Он сказал «поехали» и махнул рукой. Легендарная фраза первого космонавта с Земли, уверенный ученый, тоже родом из Ленинграда. Марк Лазаревич Галай, он был первым инструктором отряда космонавтов. Когда он сажал космонавтов, будущих космонавтов, на оборудованные места, особенно в центрифугу, он там привязывал, пристегивал их и говорил, ну что, сынок, готов, ну поехали. И центрифуга начинала вращаться. Первым посмотреть на обратную сторону Луны смог еще один выпускник политеха Игорь Валик, создатель космического телевидения. Благодаря ему вся планета увидела полет Юрия Гагарина. В космосе небо имеет совершенно другой, непривычный для нас цвет, черный цвет. И он так несколько непривычен для нашего глаза. Широкая почти гагаринская улыбка и простые манеры. Андрей Борисенко – ленинградец, который дважды покорил космос. В общей сложности на орбите он провел 337 суток. В процессе особенно полугодового полета, такого длительного, формируются какие-то уже рефлексы жизни в невесомости. Например, рефлекс – подвесить какой-то предмет рядом с собой, там секунд на 15. В первое утро своей земной уже очередной жизни я попытался подвесить помазок для бритья рядом с собой. Он у меня с грохотом упал, перепугал мою жену. Начав уже третью земную жизнь, космонавт с улыбкой и тоской смотрит на небо. Особенно, когда видишь прилетающую МКС, а периодически она видна, и у нас здесь в Санкт-Петербурге тоже. Так, на нее посмотришь на звездочку, так, я там был. А этого экспоната нет в Космическом музее. Идея, говорят специалисты, уж больно фантастическая. За год до полета Гагарина ленинградский инженер Юрий Арцутанов в статье «В космос на электровозе» рассказал о путешествиях на орбиту на гигантском лифте. Это уже в 21 веке посчитано, чтобы лифт даже один просто окупился, а на самом деле нужно построить несколько для того, чтобы эта система работала стабильно. Нужно отправлять на орбиту каждый день 20 тысяч тонн груза. И для того, чтобы лифт не рухнул, поскольку это динамическая система, нужно 20 тысяч тонн груза отправлять с орбиты на Землю. На 65-м году космической эры полетами на орбиту землян не удивишь. Запуск очередной ракеты скорее обыденность. И кажется, это значит, что мечты легендарных ученых 19-го и 20-го веков начинают сбываться. Александр Громов, Артур Хабилов, Андрей Осин, Юлия Копралова и Александр Макаренко. Итоги недели. Телеканал Санкт-Петербург. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Цифровая мода, циркулярная, что бы это ни значило. В общем, все, что так или иначе соответствует духу времени. Ну а можно ли носить то, что предлагает фэшн-индустрия? С практической точки зрения модные показы оценила Виктория Демина. За час до одного из ключевых показов фестиваля. Работа кипит. Костюмы подгоняют по фигуре моделей, доводят до совершенства детали. Обрабатываем припуск, чтобы не было грязи и не сыпались нитки с припусков. Чтобы все было аккуратно и красиво. Ульяна, студентка Университета промышленных технологий и дизайна, сегодня волонтер фестиваля «Адмиралтейская игла». Помогает известному петербургскому кутюрье Ольге Малеровой. Ульяна признается, работы именно этого мастера определили выбор будущей профессии. Для фестиваля Ольга Малерова подготовила звездную коллекцию в цвете фуксия. Новая коллекция у меня такая она веселая, живая, дерзкая. Раньше я всегда пыталась внести какой-то глубокий смысл, а сейчас мы все так устали от всего. Что хочется просто немножко радости и веселья. Это платья, которые полностью расшиты камнями, стразами. Каждая стразинка – это ручная работа. Их тут более 40 тысяч. Буйство фантазии и красок, наряды и на каждый день. И то, что вряд ли когда-нибудь наденут за пределами подиума. Свои творческие идеи на суд жюри представили профессиональные модельеры и те, кто только начинает свой путь в фэшн-индустрии. За 28 лет работы фестиваля в стенах Университета промышленных технологий и дизайна представили больше 17 тысяч коллекций. Ну а подиумная дорожка для многих начинающих модельеров стала прямой дорогой в большой мир высокой моды. Ксения Новикова в прошлом победитель адмиралтейской иглы. Сегодня популярный в России дизайнер. В этот раз свою коллекцию она создала совместно с 84-летней вышивальщицей Юлией Алешичевой и ее внуком Яном. Пальто украсили теплыми, яркими образами вышитых картин. Тут есть, конечно же, заложенный культурный наш русский код в этой коллекции. А вот, например, есть такие аксессуары, вязаные сумки. Это напоминают эти аксессуары, элементы из домашнего бихота, из предметов быта, вязаные коврики, которые создают бабушки для уюта. Целогреки в современном прочтении, а еще лапти и сарафаны 21 века. Этнические мотивы на фестивале популярны. Включила их в показы и дизайнер, создательница живых полотен Лиза Анисимова. Девушке всего 15, и она входит в список 100 детей-гениев мира. Родилась в Калифорнии, три года назад семья вернулась в Россию. Когда я была маленькая, меня сюда, ну, в Питер привозили летом. У меня все-таки родители русские, и мама всегда показывала русские сказки, и костюмы, фильмы старые. Ну, и к этому очень сильно, думаю, с раннего возраста тебе очень интересно для меня. Костюмы Лизы скорее искусство. Носить такие сложно. Плотный слой акрила, некоторые детали из картона. А сейчас я чувствую, ну, так уже жарко становится. Встала немножечко? Да. Что больше всего нравится в образе твоей? Я сама. В этом году многие дизайнеры представили коллекции в номинации «Циркулярная мода», главная цель которой – экологичный подход и повторное использование материалов. Конечно, это нельзя сделать массовым. Это только от кутюр. Но это хорошо, что ты можешь такие вещи производить, используя не новые какие-то ткани, а ты можешь использовать то, что ты, я не знаю, купил в секонд-хенде или то, что у тебя было. Еще одна новинка этого года – номинация «Цифровая мода». Она предполагает создание виртуального двойника человека, который отражает все индивидуальные антропометрические показатели. Дизайнер работает напрямую с цифровым образом и может шить костюм идеальной посадки, ни разу не видя человека вживую. Цифровая мода или виртуальная мода, она вот набирает обороты. И мне кажется, вот здесь как раз и Петербург, и Россия в целом может задавать определенный тренд в мире. Да, вот эта тенденция совершенно четкая, и нынешний конкурс это показывает очень серьезно. Петербург претендует на звание столицы российского дизайна. И в частности, цифровой моды, уверен ректор университета. Площадка для развития технологий есть. На базе университета существует уникальное городское пространство, точка кипения, участники которой не первый год осваивают виртуальные новинки. Виктория Дземина, Павел Чащин, Елена Волкова. Итоги недели. Телеканал Санкт-Петербург. Сегодня важная ночь для легендарного советского атомохода «Ленинский комсомол» или К-3. Сейчас субмарина в порту «Мобидик» распилена на две части. И вот первую часть подлодки начнут транспортировать по улицам Кронштадта на территорию музейного комплекса «Остров Фортов» в ночь на 9 октября. К завтрашнему дню подлодка пройдет только половину пути, остановится в кармане Кронштадтского шоссе. В понедельник транспортировка первой части подлодки будет завершена. Вторую половину «Ленинского комсомола» доставят на «Остров Фортов» с 11 по 13 октября. Я напомню, что первая советская атомная подлодка с конца августа преодолевает путь из Кронштадта в Кронштадт. Логистика этого путешествия оказалась очень сложной. С заходом в Выборгский залив, с ювелирной установкой К-3 на плечи погружной баржи «Атлант» и последующей полостной операцией по разделению подлодки на две части, чтобы ее можно было перемещать по суше. Скоро финал всей этой истории. Ленинский комсомол честно отслужил 30 лет на флоте, потом еще 30 лет уже как списанный корабль. Ожидал своей участи и был в шаге от утилизации. И вот теперь он станет главным экспонатом «Острова Фортов» и получит вечную стоянку с видом на море. Совсем не о спокойной корабельной старости мечтает еще один корабль. Трудяга с атомным сердцем, легтировоз «Севморпуть» у него за плечами тоже 30 лет службы, но пока он востребован и не только как надежный перевозчик грузов, но и как платформа для научных исследований. «Севморпуть» сейчас в Петербурге, готов взять курс на Арктику. И еще одна несторонняя для нашего города новость этой недели. В Северном Ледовитом океане приступила к работе дрейфующая полярная станция «Северный полюс» – детище петербургских корабелов. Она начинает новейшую историю российских арктических экспедиций, прерванных на годы. Можно сказать, что Петербург – это стартовая точка пути к Северному полюсу. И это уже не кажется преувеличением. Александр Отлагишиев продолжит. Берегам Петербурга по пути в Арктику причалило единственное в России ледокольно-транспортное судно с ядерной энергетической установкой «Лехтеровоз «Севморпуть». Далее курс на Камчатку. Одна из приоритетных задач – изучение акватории Северного морского пути. «Лехтеровоз «Севморпуть» – ветеран Арктики. 34 года он бороздит ледовые пространства северных и дальневосточных морей. За годы работы перевезено более трех миллионов тонн груза. Чтобы выдержать такие нагрузки, судно снабдили атомным сердцем и 40 тысяч лошадиных сил. Маршрут охватывает три океана. Северная Атлантика, после того, как мы выйдем с Балтики, дальше моря Северно-Ледовитого океана и Тихий океан. Путешествие на край света – не просто увлекательная поездка. Это важный научный труд. На борту Севморпути, помимо основного экипажа, двое научных сотрудников из Центра морских исследований МГУ. Зоологи будут наблюдать, как за морскими млекопитающими опишут их возраст, поведение, так и за арктическими птицами, проведут учет сроков миграции и оценят их численность в каждом из морей. На акватории Российской Федерации, в том числе Северном морском пути, обитает морж. В России обитают все три подвида моржа. В том числе два краснокнижных. Краснокнижные – это очень редкие, охраняемые, и, естественно, они важны для нас. Соответственно, где мы проходим, мы смотрим, если здесь есть какое-то скопление, значит, это важное место. Мы должны его обходить. Места особого интереса экспедиции – архипелаги Новая и Северная земли, орел обитания редких видов северных млекопитающих. Большая научная работа по пути следования грузового судна предстоит и у океанолога. Он-то как раз и отвечает за экологический мониторинг северных вод. Работы помогут дополнить недостающие данные о фауне морских акваторий Российской Арктики и состоянии морской воды в осенне-зимний период. В данный момент на судне установлен датчик температуры. То есть его особенность в том, что он может выполнять непрерывные измерения. Он установлен непосредственно в проточной системе судна. То есть через систему поступает забортная вода. И, соответственно, датчик измеряет температуру этой воды. Его особенность заключается в том, что для измерения температуры воды, в отличие от классических научных исследований, нет необходимости выполнять остановку судна. Экологический мониторинг – это работа не только одной экспедиции. Для получения достоверных данных о местах обитания редких видов животных необходимо системные исследования. Накопление базы данных нам позволит как раз в многолетнем периоде и в течение нескольких сезонов, даже внутри года, поможет понимать распределение и то, как действительно судоходство и его активное развитие, нарастание этой интенсивности влияет именно на место обитания животных. То есть впоследствии, безусловно, будут какие-то научные статьи, результаты, будут опубликованы технические отчеты. Наше судно прошло мыс желания к самую северную точку новой Земли. Между тем, плавучая лаборатория, ледостойкая платформа «Северный полюс» уже начала дрейф в Ледовитом океане. Судно пришвартовано к кромке громадной льди на площади около 42 квадратных километров. Это для сравнения приблизительно как шесть футбольных полей. Ученые развернули первые мобильные пункты научных лабораторий и отработали передачу данных на Большую Землю. Со льда ушла первая метеосводка. Некоторые исследования требуют гораздо большего удаления. Например, геофизические магнитные должны быть на несколько километров от судна, чтобы не чувствовалось влияние металлическое. Плюс ищем достаточно большая льдина. В рамках этой льдины ведем поиск места, где можно организовать ледовый аэродром для весенней смены экипажа и экспедиции. По программе экологического мониторинга, разработанного Центром морских исследований МГУ, комплексные исследовательские работы сейчас проходят на 50 станциях акватории Северного морского пути. На каждой из них специалисты отбирают пробу воды, атмосферного воздуха и донных отложений, проводят учет морских млекопитающих, а также ведут наблюдения за поверхностью моря. Окончание работ обеих экспедиций позволит дать реальную оценку экологической обстановке не только на пути следования ледоколов, но и на всем Крайнем Севере. Александр Отлагишиев, Владимир Беседин, Евгений Винокуров. Итоги недели. Телеканал Санкт-Петербург. Один миллион триста тысяч петербуржцев привились от гриппа с начала осени. Статистику на этой неделе представил вице-губернатор Олег Иргашев. Власти надеются, что такой высокий охват позволит избежать эпидемического подъема заболевания. Во всех поликлиниках работают прививочные бригады. Поставить вакцину от гриппа можно и в передвижном пункте. Это не новшество. Их традиционно открывают в осенний период. Но не все горожане доверяют такому способу вакцинации. Это показал опрос среди пользователей единой карты петербуржца на сервисе «Городской диалог». Только 11% опрошенных планируют ставить прививку от гриппа в передвижном пункте. 23% пойдут в поликлинику. При этом горожане назвали два обстоятельства, которые заставили бы их склониться в пользу передвижных центров. Отсутствие очередей и удобство расположения. По отзывам петербуржцев, которые не первый год делают прививку от гриппа в передвижных пунктах, действительно очередей там практически нет. Что касается расположения, то в этом году открыто 40 мобильных пунктов в 15 районах города. Адреса и время работы можно уточнить на сайте Комздрава. Ну и вот чем еще запомнится уходящая неделя короткой строкой в нашем обзоре. Почти полторы тысячи единиц техники и тысячи дворников в ближайшие недели будут активно готовить город к зиме. В рамках месячника по благоустройству коммунальщики ликвидируют несанкционированные свалки, отмоют остановки, фасады домов, урны и дороги. Специалисты займутся ремонтом парковых дорожек и уборкой опавшей листвы. Транспортное пополнение. Второй поезд модели «Балтийц» прибыл на площадку электродепо «Автово». Он создан специально для петербургской подземки. В его конструкции много новых решений, благодаря которым поезд считается одним из наиболее современных в мире. Семь новых трамваев «Богатырь-М» выйдут в ближайшее время на 24-й маршрут. Электротранспорт оборудован системой активной помощи водителя. Он более эффективно расходует электроэнергию. Обновление подвижного состава ведется в рамках реализации совместной комплексной программы правительства Петербурга и горы электротранса. До конца октября планируется поставка еще девяти умных трамваев. 13 сотрудников региональных управлений ГИБДД и Ространснадзора пойдут под суд за взятки. По версии следствия, деньги брали с грузоперевозчиков за общее покровительство. Задержания начались еще три года назад. Всего установлено 47 эпизодов получения взяток на общую сумму почти 50 миллионов рублей. У одного из фигурантов арестованы недвижимость, машины и деньги на общую сумму 43 миллиона рублей. Часть имущества уже конфискована. В реставрационно-хранительском центре на Старой деревне открылась уникальная выставка часы и музыкальные механизмы из собраний Эрмитажа. Некоторые экспонаты отчитывают время с начала 16 века. Солнечные, механические и весьма сложные астрономические часы. Памятники времени характеризуют различные этапы развития часового и механического искусства в России и странах Европы. Всего собрано около ста экспонатов из различных фондов и коллекций музея. Причем все поддерживаются в рабочем состоянии. Большого черного дятла и ястреба перепелятника спасли в Петербурге. О птицах, попавших в беду в управление Росприроднадзора, сообщили неравнодушные горожане. После осмотра ветеринарами и непродолжительной реабилитации и дятла, и ястреба вернули в природу. Дальше нас с вами ждет за кулисьей театра Комиссаржевской. Его это тайно раскроем после небольшой паузы. Дождитесь. Он начинался как городской театр. В народе его называли блокадным. Сейчас мы все говорим Комиссаржевской. И все понимаем, это Санкт-Петербургский академический драматический театр имени Веры Комиссаржевской. Ему 80 лет. И его точная дата рождения – 18 октября 1942 года. Можно ли было тогда, в то суровое время, надеяться на такую длинную, наполненную жизнь? Ни люди, ни тем более театр рассчитывать на это не мог. Но произошло неизбежное чудо. Люди спасли театр, а театр спас людей. Судьба театра имени Комиссаржевской действительно уникальна. Он плоть от плоти петербургский. Традиции – его надежный фундамент. Но это не мешает, как признаются сами артисты, слушать и слышать дыхание сегодняшнего дня. Василий Михеев о том, что наполняет сцену и чем живет за кулисье большого театрального дома на Итальянской 19. Небольшое уютное театральное кафе. За столиками люди не чужие. А кто еще может быть на традиционной встрече друзей театра имени Комиссаржевской? Повод – грядущий 80-летний юбилей. Звезда импровизированного капустника Иван Краско – самый заслуженный долгожитель этих подмостков. В фойе даже золотая маска висит с его именем. Награда в театральной среде очень почитаемая. Это театр. Особых выпендриваний и выходов из традиций театра, законов театра, система Станиславского, кстати говоря, здесь не дождаться. Система Станиславского, классический репертуар и подход к постановке – визитная карточка театра имени Веры Федоровны Комиссаржевской. Она, кстати, на дореволюционную сцену, тогда еще театра в «Пассаже», вышла в далеком 1904-м. Спустя 38 лет, 18 октября, в здании открывается городской театр, и именно он впоследствии и получит имя актрисы. И именно с этой даты набежало уже 80 лет. Опираясь на классику, рассказывать о сегодняшнем дне в традициях, в приемах, в законах, в самых лучших проявлениях этих приемов, традиций и законов, повторюсь, русского репертуарного психологического театра. Тогда, в самом начале, театр называли в народе блокадным, в осажденном городе почти не осталось культурных центров. Спектакли, которые давали на итальянской улице, помогали людям выжить. Актерские бригады ездили по госпиталям, поддерживали раненых. Эта традиция, кстати, пережила Великую Отечественную войну. И труппы Комиссаржевки выступала, например, перед воинами-интернационалистами в начале 80-х. Когда мы были в Афганистане и показывали концерты в госпитале, в военном госпитале, и привезли человека обрубок, такой без рук, без ног, на коляске, и мы играли какую-то комедию, и Юра играл одну из главных ролей. И он увидел, как человек смеется. И я думаю, что в этот момент я, просто мне показалось, что он и посидел. Тем не менее, мы готовы в госпиталях выезжать. Юра – это Георгий Корольчук, народный артист России в театре с 70-го года, то есть больше полувека. Комиссаржевка вообще славна своими долгожителями. Братья Боярские, дядя и отец единственного дартаньяна всей страны. Игорь Дмитриев, Станислав Ланграф. Еще много-много имен все отдали театру имени Комиссаржевской десятилетия своей жизни. Это удивительное место. Здесь очень хорошо думается, то ли театр так сделан с умом, человеком, который его строил. То ли потому, что складывалось из-за того, что блокады были, а люди собрались такие, которые твердо друг за друга держались по-настоящему. Без всяких этих фоноберий. Здесь существует атмосфера желания высказаться. Атмосфера – это наследие одного из столпов Комиссаржевки Рубена Агамерезиана. Он руководил театром четверть века с 66 по 91 и взрастил целую плеяду выдающихся актеров. В театре его чтят и его портрет на почетном месте. Кроме актерских открытий он давал дорогу и молодым драматургам. Мы открыли благодаря Рубену Сергеевичу творчество Горина, когда он принес в 72 году пьесу «Забытые растраты». Мы были первыми, кто поставил эту пьесу. И пьеса прозвучала очень сильно. Очень сильных премьер в театре Комиссаржевской и при Агамерезиане и после помнят немало. Например, даму с камелиями в самый разгар 90-х. Тогда постановку решили украсить чрезвычайно дорогими костюмами, чтобы роскошь не отвлечь петербуржцев от непростых реалий. Все тряпочки заказывали за рубежом, привозили в Москву. Из Москвы приезжали специально обученные люди, которые смирили нас. И такой вот спектакль-праздник костюмный, он шел у нас очень долго и очень радовал зрителей. Платье из шута Балакирева в соседнем зале, костюм Фрейлина из дамы с камелиями. Но, пожалуй, один из самых старых образов, которые показали в честь юбилея широкой публики, это вот это облачение актера, который играл Бориса Годунова. Ему больше, чем полвека, и тогда синтетика была дорога. Материалы сплошь натуральные, в частности, это кожа. Весить несколько килограммов, и актеру несколько часов спектакля было довольно затруднительно находиться на сцене. Вообще, в театре Комиссаржевской всегда относились к костюму очень щепетильно. Сам юбилей театра Комиссаржевской планируют отметить в день создания 18 октября. Вспомнят ветеранов, сыграют любимые эпизоды из спектакля, а на 81 сезон намечен ряд премьер. Во-первых, хотят вернуться к истокам, то есть Горину и его Мюнхгаузену. Спустя 45 лет вновь поставить пьесу на этой сцене. Кроме того, идет работа над постановками по Мампасану и Набокову. Василий Михеев, Андрей Спиридонов, Александр Макаренко. Новости, телеканал Санкт-Петербург. Теперь о погоде. Нас ждет относительно комфортная неделя. Петербургу повезло. Он сейчас в теплой зоне Атлантического циклона. Ночные температуры будут варьироваться от 6 до 8 градусов. Завтра днем плюс 12. На 2 градуса теплее в понедельник. Во вторник и среду 10. И в четверг и пятницу плюс 9 градусов. Всю неделю переменная облачность и небольшие дожди. У меня на сегодня все. Сейчас в эфире музыкальный проект «В ритме Петербурга». Его гость – народный артист России Олег Погодин. Повтор итогов смотрите завтра в 9 утра. Увидимся в следующую субботу. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok